Посетителей фестиваля скорости в Гудвуде удивить непросто. Но компания Ford справилась. В какой-то момент на трассе появился очень странный и очень быстрый фургон, очертаниями немного напоминающий Ford Transit Custom. Сходство это, впрочем, исключительно внешнее. По сути, перед нами гоночный автомобиль с электрической силовой установкой, развивающей 2000 лошадиных сил и 1800 ньютон-метров крутящего момента. Если чуть присмотреться, становится понятно, что задняя часть так называемого фургона — это сложная аэродинамическая конструкция, а на дисках красуются гоночные слики. Электронных систем в машину положили, что называется, с горкой. Тут и регулируемое рекуперативное торможение, и лонч-контроль, и система стабилизации, и выбор из пяти режимов движения, названия которых ласкают слух — Road, Track, Drift, Drag, Rally. Емкость батареи с жидкостным охлаждением — 50 киловатт-часов, причём восполнить её можно всего за 45 минут. Про запас хода не сказано ни слова, и это неудивительно. В тех режимах езды, для которых создан Ford Pro Electric Supervan, об экономии лучше не вспоминать. Многие наверняка помнят, что постройка заряженных фургонов — давняя традиция английского подразделения Форда. Это уже четвёртый подобный проект, а первый из них британцы показали ещё в 1971 году. То был здоровенный валкий транзит с мотором от суперкара Ford GT40. Почти случайно появившаяся на свет машина вызвала интерес публики, поэтому фордовцы возвращались к этой теме ещё дважды. Причём одна из тех машин получила формульный мотор Cosworth. В Гудвуде за штурвалом электрического фургона сидел французский пилот Рамен Дюма, выступающий в гонках на выносливость. Спортивные навыки ему определённо пригодились. Всё-таки Supervan набирает первую сотню меньше, чем за две секунды, во многом благодаря полному приводу, и разгоняется до 320 км в час. Кстати, в пресс-релизе совсем не случайно указано, что ряд деталей позаимствовали у серийного электрического вена E-Transit Custom. Эту модель Ford анонсировал в начале мая, и Supervan стал частью рекламной кампании. Новинка должна стать эталоном современного фургона грузоподъёмностью до тонны. Впрочем, производство электричек E-Transit Custom начнётся лишь во второй половине следующего года, так что технической информации немного. Известно лишь, что без подзарядки машина сможет проехать до 380 км. А показанный в Гудвуде монстр должен привлечь внимание к новинке ещё до её первого появления на публике. Продолжение следует...